Павел Николаевич, в последнее время выходят неожиданные публикации о том, что всеми любимая Добренкова оказывается мы чуть ли не преступница какая-то. Как Вы прокомментируете, почему эти публикации появляются, для чего вообще, собственно говоря, дискредитируют? Ее все знают. Это, на мой взгляд, укладывается в общую концепцию рейдерского захвата. Нужно, как минимум, опорочить всех людей, которые рядом совхозам Ленина, которые имели с ним какие-то хорошие отношения, и поэтому и директора школы убрали, и здесь вдруг на муниципальной площади появилась Ротаагра и Добренкова, которая была лучшим и, я уверен, в этом останется лучшим руководителем во всем районе и даже в области нет такого главы, который относился к своему рабочим местам, то есть к рабочим своим обязанностям. И поэтому, когда ты, я имею в виду нынешнее руководство, ничего не умеешь делать, ты начинаешь искать проблемы в предыдущем, чтобы опорочить. И я с удивлением обнаружил, что они начинают ее обвинять в том, что высокая зарплата, хотя у директора школы, а у некоторых школ, в видном, зарплата гораздо выше, даже у директоров школ и у главпоселений, которые, кстати, все отказались от своих полномочий, передали все полномочия в район, все равно у них зарплата, доход был выше, чем у Добренковой. Все же познается в сравнении. А Добренкова сама исполняла полномочия. И она, на самом деле, если считать удельный вес, скажем так, бюджета и зарплатой Добренковой, то это, конечно, несравнимые вещи. У нас был такой один глава, замглавы района, которого надо было посадить за то, что он, скажем так, делал. Так он в полтора раза или почти в два раза, у него зарплата была выше, чем у Добренковой. Тем более, что ни одного нарушения никто не нашел. Мало того, сейчас идут какие-то инсунации, контрольная счетная палата проверяет бюджет сельского поселения. Я там говорил на совете депутатов, что вы знаете, что 30 апреля счетная палата проверила исполнение бюджета сельского поселения Савхоз Ленина и ни одного нарушения не нашла. Но вдруг потом кто-то, еще неизвестно кто, потому что счетная палата не может самоработать, а именно района. Она должна почему-то поручению работать, без всякого поручения, ни от совета, ни от кого другого не было этого поручения. Вдруг еще раз начала проверять и пока не обнаружила нарушений. Но Добренкова, кстати, которая не работает, почему-то должна в рабочее время бегать и представлять из всей документа, хотя она уже их получила, счетная палата, они же проверяли уже. И теперь начинает рассказывать, что она что-то не понимает. Ну, это больше политическое преследование, это никакое отношение к делу не имеет. Что касается, много было разговоров про долги. Ну да, долги появились именно потому, что Добренкова всегда, вот сколько лет, 11 она работает, никогда при Елене Ивановне не задерживали заработную плату. Надо работать с налогоплательщиками, как она это делала, потому что не у всех бывает возможность заплатить сразу налоги. И она договаривалась, звонила, всегда налогоплательщики ей шли навстречу, а у нас тут много крупных налогоплательщиков. Вегас, Крокус, Люра Мерлен, мы, Дивная Сити, тут много всего. И можно было спокойно, как она всегда это делала, дозвониться до налогоплательщиков, договориться, выплатить зарплату людям, погасить долги. Но никто из этого великого начальства, которое пришло делать этого, не стал. В результате люди не получили заработную плату, они придумали какую-то схему, что они переводят все, скажем так, бюджетные учреждения в подчинение городского округа. Там, конечно, у них ничего не получилось, они там долго уставы, скажем так, оформляли. В результате из-за них неумения люди пострадали. А виноват, как будто во всем Добренко. Ну, мы написали городскому округу письма, что да, действительно, президент Российской Федерации дал отсрочку по налогам, в том числе и по земельному налогу, и по налогу на имущество. Мы готовы вести переговорный процесс, но никто к нам не вышел с переговорами, и поэтому, когда у человека что-то не получается, ты знаешь этот анекдот по три конверта? Нет? Я быстро расскажу. Директор совхоза назначен только что, в райком его вызвали. Говорит, ну давайте, работайте. Он приезжает, а предыдущий руководитель говорит ему, слушай, я тебе дам три конверта, как будет тяжело, открывай их. И первый год, неурожай, директор подходит к сейфу, открывает конверт, а там написано, вали все на меня. И он приезжает в райком, начинает рассказывать, что там бывший директор не разобрался, все в обороты не те, в общем, куча всяких проблем. И поэтому сейчас я разобрался, сейчас все будет нормально. Ну, ему райком говорит, езжай обратно. Все, молодец, разобрался. Потом, в следующий год, еще хуже показатели, он берет второй экран, открывает, там написано, обещай все. Он приезжает в райком и говорит, все, вот тут мы теперь поняли, что где у нас ошибки, вот тут вот мы это сделаем, это сделаем. Мы все, сейчас все показатели пойдут вверх. Ну, и райком ему говорит, ну, езжай обратно. И вот третий год, опять еще хуже показатели, он открывает третий конверт, а там написано, готовь три конверта. Это как раз тот случай. Новое руководство открыло первый конверт. У них ничего не получается, но во всем виновата предыдущая руководство, у которой все получалось. Я думаю, через полгода откроется второй конверт. Они будут обещать, что у них все будет нормально. Но я вижу, что происходит. Они, к сожалению, малокомпетентные и не занимаются работой. Они могут только вот ходить, ну, как вы же показывали, идет руководитель, который даже не понимает, какие у него полномочия. За ним там две камеры и два пишущих журналиста. Куча депутатов, которые вообще ничего не понимают в этом деле. И, значит, ни одного, кстати, представителя управления ЖКХ, ну, и людей, которые разбираются с благоустройством, еще в чем-то. И вот они, куча некомпетентных людей, ходят и делают вид, что они что-то решают. А мы, люди, которые компетентные, которые знают законодательство Российской Федерации, которые каждый год тут работали, помним, что Добренково ходила одна по поселку. И никаких камер за ней не ходила. И у нее все получалось. Вот. И поэтому они сейчас вот всякую эту грязь льют. Тем более, что всякое бездоказательное абсолютно вещи. Какие-то нарушения. На протяжении всех этих 11 лет мы находились под давлением. Нас проявляло, ну, и нас, и сельское поселение проявляло счетная палата Российской Федерации, прокуратура Московской области, прокуратура Ленинского района. Куча всяких, ну, скажем так, других структур, которые приезжали, проверяли, потом говорили спасибо и уезжают. Сейчас то же самое будет. Они проверят, убедятся, что все соответствует законам. Что ни совет депутатов, ни Добренкова никогда не нарушала законодательство. А после этого, я вот уверен, никто из них не извинится. Но грязь уже, я вот вижу, вот газета «Видновские вести», вот 26 июня, где тут рассказывают, что вот в совхозе имени Ленина нарушения. Ну, это клевета обыкновенная. Просто они знают точно, что они-то за клевету не ответят. М不 안 верanna, как она должна быть умна. Почему? Почему? Понятно.